КИНОТЕАТР 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 Мы остолбенили от ужаса и страха, а когда он подошел ближе, весь страх сняло чувством, более сильным, чем первое. ЗАПАХ Это был страшный аромат симбиоза, мочи, говна и блевотины. Наши носы чуть не иссыхлись, а с того, что вдохнул этот отравленный воздух, этот мерзавец, подошел к нам, почти вплотную, и начал спрашивать истошным, алкашным голосом бомжа. ПАЦАНЫ, ДАГРИЯ НАБУХЛО Я хотел послать этого урода куда подальше, но как только я начал открывать рот, меня начинало сильно тошнить. Мне пришлось приложить немало усилий для того, чтобы сдержать порыв извержения рвоты, и я смог. Но мой друг оказался слабее. Левотина, Карима, вырвалась на этого клоуна как извержение безумия на Помпеи. Клоун тут же испустил истошный вопль и уже было хотел схватить Карима, но я успел его оттащить от этого козла. Этот верзила бежал за нами долго, но мы предприняли уникальный маневр и скрылись в том самом кинотеатре. В общем сидим там и выжидаем. Если этот клоун захочет войти, его быстро загребут охранники и хорошенько, и забьют. Но, как оказалось, наши надежды не оправдались. Подлый негодяй ворвался в кинотеатр без каких-либо проблем и уже было почти нашел меня с Каримом, но, к счастью для нас, бармен отвлек его на себя. Клоун взял несчастного бармена и начал допрашивать. Бегалага не выдержал и начал блевать. И тут случилось невероятное. Закончился очередной сеанс кино, и люди, вышедшие из зала, узрели, вот эту, неповторимую картину. Все были, просто шокированы, еще бы, только выйти из фильма про страшного клоуна, и увидеть, не менее страшного, в реальной жизни, сразу на выходе. Кто-то начал кричать, и в тот же момент, началась паника, клоун бросил бармена и начал, нападать на толпу. После чего, вся толпа, от испуга, ломанулась к выходу. Образовалась давка, несколько людей начали блевать от всепоглощающего зловония клоуна, кинотеатр, превратился в настоящее, поле, сражение, в общем, просто кошмар. Люди хотели убежать, но выход, почему-то оказался закрыт. Тем временем, клоун, нашел еще жертву для допроса, несчастный, почти сразу потерял сознание, так было, и с тремя, последующими. Пока мы, охерегвали, от всего происходящего, клоун нас нашел, и сказал, роковую фразу, вам конец, и побежал, в нашу сторону. В этот момент, мы испытали, еще невиданный, в нашей жизни кошмар, а бежать, некуда, кругом, хаос, разруха, и блевотина, в общем, положение безвыходное. Клоун вплотную подбежал к нам, и ни с того ни сего, вдруг упал, без, сознания. Оказалось, что его пристрелил, электрошокером, местный охранник с кликухой, Егор, клоун был нейтрализован, да, его запах, нет, ткарем, опять хотел блевануть, еще одно извержение, он бы не выдержал, действовать надо было быстро. Я начал выливать, на, клоуна, все спиртные, напитки из бара, и едкий аромат спирта и бухла, немного перебил, ядовитый запах, говница из санины. Чуть, позже, я нашел, в барной стойке, бутылку мистера Пропера, не задумываясь, я вылил все ее содержимое, на клоуна. Тем временем, Егор, помог мне, выплеснув, на клоуна плотную струю из пожарного гидранта. А толпа, все-таки сумела открыть выход, и в кинотеатр хлынул воздух, и мы смогли, наконец, спокойно вздохнуть. Бля, охуительная история, у меня просто шишка так встала, что, блядь, сейчас стены ебать мне как.